за родину за сталина народ не хотел воевать за коммуняк потому и сдавался массово сдавались верно однако все познается в сравнении сорок первом году красная армия теряла пленными по разным оценкам от 390 до 650 тысяч человек в месяц много да однако поляков за сентябрь 39 сдалось 875 тысяч а французов в сороковом году за месяц пленено полтора миллиона сопоставьте уровни стойкости далее свидетельствует немецкий генерал блюментрит поведение русских войск находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников даже в окружении русские продолжали упорные бои конец цитаты дневник начальника генштаба сухопутных войск гайдера 29 июня 41 года русские всюду сражаются до последнего человека при захвате артиллерийских батарей и т.п. в плен сдаются лишь немногие часть русских сражается пока их не убьют другие бегут сбрасывают себя в форму и пытаются выйти из окружения под видом крестьян 1 июля противник отходит с исключительно упорными боями цепляет за каждый рубеж 7 июля на участке фронта перед оршей противник упорной обороны сдерживает наступление второй танковой группы 22 пехотная дивизия понесла тяжелые потери в результате танковых контратак противника 12 июля танковая группа гота отражает в районе витебска упорные контратаки противника на правом фланге противник продолжает оказывать упорное сопротивление конец цитаты европа сдалась практически без боя гитлер казался всемогущим а наши встретили его вот так за первую неделю войны из одной москвы ушли на фронт 170 тысяч добровольцев и воевали не только за родину но и за сталина за советский строй за годы войны только в армии и на флоте в вкпб вступила 3,8 миллиона человек при том силком никто не тащил и это было опасно в плену партбилет означал верную смерть партия изменилась теперь она объединяла не красных в пику белом и не карьеристов а героев патриотов советской руси тогда коммунистом стал и мой дед пехотный капитан степан пушкарев немцы хотели освободить нас от большевистского иго сейчас во первых не иго а самое справедливое общество в истории а во вторых барбаросса ясно излагает социалистические идеи в россии уже не искоренить они послужат основы при создании новых государств наша задача создать эти зависимые от нас социалистические государства конец цитаты на захваченных землях немцы сохранили колхозы что кстати доказывает их рентабельность но кормили они теперь не россию другой нацистский документ гласит внутреннее потребление россии должно быть снижено настолько чтобы образовались излишки для вывоза отделение черноземных областей от лесной зоны высвободит для нас излишки продуктов это отделение будет иметь своим следствием прекращение обеспечения продуктами всей лесной зоны включая москву и петербург сноска то есть жители всех местностей где нет чернозема должны вымереть с голода наша задача включить россию в европейское разделение труда и принудительно нарушить экономическое равновесие внутри ссср конец цитаты не собирались нас кормить баварским пивом и колбасками и советский строй уцелел бы только мы вновь стали бы колонией как при троцком гитлер возрождал достижение льва давидовича важная подробность немецкие врачи на оккупированной территории обследовали наших девушек и выяснили что 90 процентов из них девственницы вот еще один вражеский отчет русская женщина в сексуальном отношении не соответствует представлениям германской пропаганды половое распутство ей неизвестно при проведении медицинского осмотра восточных работниц у всех девушек установлена сохранившаяся девственность эти данные подтверждаются докладом из бресла у при проведении медосмотр на фабрике кинопленки вольфен установлено что 90 процентов восточных работниц в возрасте 17 до 29 лет были целомудренными конец цитаты это признак невероятно здорового духа людей сталинского ссср врачи поняли что война проиграна такой народ не победить а сейчас наскребется хоть один процент двадцатилетних девственниц тема девушек гораздо глубже чем кажется дело в том что сталину удалось невозможное модернизировать экономику вернув традиционное общество то есть я касался уже цепочки при модерн модерн пост модерн углублю при модерне он же традиционное или патриархальное общество абсолютно ценность семьи целомудрия чести почтение к предкам и так далее и общество это религиозно то есть все без исключения видят высший авторитет в боге и стремятся до уровня бога дорасти техники почти нет хозяйство столетиями не развивается в модерне духовные ценности полу размыты семья распадается бизнес начинает вытеснять культуру религия остается лишь формально ее заменяет гуманизм от слова хомо то есть вера в сверх человека ницше человек это звучит города горький люди стремятся стать сверх людьми техника развивается бурно пост модерне при слове духовность крутят пальцем у виска разврат и изврат загрыз семью религии нет люди ни во что не верят и никуда не стремятся техника застыла но бешено обновляются информационные технологии компьютера так вот экономически сталинский ссср выскочил в модерн а духовно-нравственно вернулся к патриархальности почти к домострою мудрейшая система кстати почитайте но из москвы то драпали осенью сорок первого не хотели стали на защищать ты сам писал верно было вот что 16 октября кто-то пустил слух будто немцы прорвали фронт и полдня не работала метро единственный раз в истории мигом оформились три потока одни повалили на восток в поездах и собственных машинах таща барахло вплоть до шкафов другие в ожидании избавителей чистили свои квартиры свалки запестрели от красных флагов портретов вождей книг партийных третье в сущности те же вторые это женщины толпами рванувшие в парикмахерские чтобы очаровать немецких офицеров выявились и мародеры кто-то велел открыть магазины и оттуда поволокли домой все что могли эти тоже относились к потоку вторых они собирались славно устроиться при нацистской власти исследователь меняйлов предположил что сталин устроил эту панику нарочно а метро закрыл чтоб слухи подкрепить думаю он прав в столицу всегда валит масса приспособленческой мрази предателей паника позволила их выявить трусливые удрали сами мародеров и прочих желающих сдаться приметили органы сам же сталин уезжать не собирался и честные люди их оказалось большинство паники не поддались зная обстановку на фронтах сообразили что даже в случае прорыва враг дойдет до столицы лишь через несколько дней 19 числа от паники и духу не осталось так удалось снизить процентом рази что тоже помогло отстоять москву парадоксально но катастрофа 41 года было нам необходимо лишь когда погибли а больше удрали в плен остатки армии троцкого тухачевского стало возможным создать победоносную армию нового верховного главнокомандующего сейчас выскажу мысль не модную в разрез вдолбленным нам штампом а именно плененные в первых же боях и не пытавшиеся затем сбежать пособники гитлера неважно стали они формально добровольными помощниками хиви или нет тут либерал вдруг согласиться до сдавались нарочно потому что ненавидали преступный сталинизм режим коммуняк отнял у них все сами же видите что городите чушь улыбнусь я допустим в ссср они страдали но в нацистских лагерях с массовой смертностью бесспорно было хуже так что шкурный мотив гонки за колбасой простите за свободой из-за коего драпали из позднего союза тут не подходит кроме того толпами сдавались лишь в первые недели потом что угнетенные режимом кончились нет мотив надо искать иной потребность массово сдаться привила им прежнее руководство ркк коллеги невинно убиенных в тридцать седьмом стадо всегда внушаемо причем улавливают истинные желания господ а не звякающие в лозунгах троцкистские командиры хотели предать и солдатская масса им вняла настоящие люди готовые биться за родину и за сталина выходили даже из безнадежного окружения чтобы попасть в гулаг подхватит зомбированный я усмехнусь эту байку мы тоже разберем тут вы сообразите но ведь многие из плена бежали и продолжали сражаться увы не многие а крохотная доля процента вот эти действительно пленены случайно по ранению или другой подобной беде так что же сталин нарочно подставил прежнюю армию под разгром спросит более вдумчивый нет конечно просто она была не боеспособной вся та ее часть где сохранился троцкистский дух сталинцы с самого начала бились достойно но это уж ты перегнул их магнитивы чем докажешь что стойко воевали именно сталинцы я отвечу элементарно армия стала побеждать когда сталин и и возглавил и освоил эту новую для себя работу на это ушло время потому победы начались лишь зимой сорок первого а значит дело именно в его персоне и в людях шедших за ним полководец сталин но многие до сих пор хрущева подпевая толдычат сталин по глобусу командовал какой он полководец до до войны он военные вопросы вникал мало доверил их специалистам хотя разработкой новых вооружений руководил лично однако развал управления войсками в июне сорок первого года убедил его это тоже придется делать самому 19 июля он стал наркомом обороны 8 августа верховным главнокомандующим опыт имелся оборона царицына и спасение других фронтов гражданской войны но квалификации не доставало и первое время сталин учился на ошибках генералов и своих собственных учился он всегда быстро и качественно и вот итог слушаем отличного полководца маршала василевского оправданно ли сталин возглавил верховное главнокомандование ведь он не был профессионально военным деятелем безусловно оправданно сталин особенно со второй половины великой отечественной войны являлся самые сильные и колоритные фигуры и стратегического командования он успешно руководил фронтами всеми военными усилиями страны конец цитаты кому поверите боевому маршалу или либералом испоганившим в россии все верховные глубоко и компетентно вникал во все подробности фронтовой работы от стратегии до снабжения сапогами вот пример конструкторы разработали брони щиток когда лыжник попадет в поле обстрела он может залечь прикрепить щиток и передвигаться дальше ползком толкая впереди себя закрепленную на лыжах броневую защиту сталин лег на пол просунул ствол автомата через щель броневого щитка и стал целиться он несколько раз менял положение передвигая щиток вынимал ствол автомата из щели снова просовывал его в кабинете стояла тишина только иногда раздавался лязг металла наконец сталин поднялся протянул автоматом ванникову наркома вооружений и произнес щель для стрельбы лучше сместить на 20 миллиметров вправо вот здесь он указал место на щитке следует укрепить полочку чтобы обоймы с патронами можно было класть а то стрелок протянет руку к патронташу плечо у него приподнимется выйдет из броневой защиты и снайпер может пристрелить его конструктор одержал блокнот и тщательно все записывал а сталин продолжал делать замечания в последнее время много ранений в пах при таких ранениях часто атрофируются нижние конечности чтобы избежать таких поражений необходимо удлинить открылки у щитка конец цитаты вообще-то главному не пристало вникать в такие мелочи может показаться что он плохой организатор раз вынужден исполнять работу конструктора но мы-то с вами знаем что организатор он отличный значит подобные эпизоды надо расшифровывать правильно сталин не только руководил но и учил подчиненных личным примером так гораздо доходчивее показывал как тщательно надо думать он же не в каждый танк лес потрогать рычаги одного урока достаточно в данном случае учеником был ванников теперь слушаем знаменитого авиаконструктора яковлева его интересовал уровень немецкой английской и французской авиации я был поражен его осведомленностью он разговаривал как авиационный специалист как вы думаете спросил он почему на истребителях speedfire ставят мелкокалиберные пулеметы а не пушки потому что у них авиапушек нет ответил я но ведь мало иметь пушку продолжал сталин надо и двигатель приспособить под ее установку у них ведь и двигателя такого нет нет а вы знакомы с работой конструктора климова двигателем на который можно установить авиационную пушку шпитального знаком не взялись бы вы построить истребитель с мотором климова и пушкой шпитального я истребителями никогда не занимался но это было бы для меня большой честью вот подумайте над этим конец цитаты слово маршалу багромяну я ночью вернулся с истринской позиции где шел жаркий бой дежурный доложил что командарма вызывает квч сталин противник в это время потеснил опять наши части идя к аппарату я представлял под впечатлением разговора с жуковым какие громы ожидают меня взял трубку и доложил о себе в ответ услышал спокойный голос верховного он спросил какая сейчас обстановка на истринском рубеже докладывая пытался сказать о намеченных мерах противодействия но сталин мягко остановил сказав что о моих мероприятиях говорить не надо кем подчеркивалось доверие командарму такое внимание верховного означало очень многое для тех кому она уделялась теплый отеческий тон подбадривал укреплял уверенность конец цитаты ну и маршала жукова послушаем он неоднозначен вопросов к нему полно заговор хамство мародерство но полководец вне сомнений и так ум и талант позволили сталину в ходе войны овладеть оперативным искусством настолько что разговаривая с командующими фронтами на темы связанные с проведением операций он проявлял себя как человек разбирающийся в этом не хуже а порой и лучше своих подчиненных в ряде случаев он находил и подсказывал интересные оперативные решения в руководстве вооруженной борьбой сталину помогал его природный ум опыт политического руководителя богатая интуиция широкая осведомленность несомненно он был достойным главнокомандующим конец цитаты а если конкретно уже в двадцать третьем сталин писал бывают моменты когда приходится сознательно пойти на тактические проигрыши чтобы обеспечить в будущем стратегические плюсы так бывает на войне когда одна сторона желая вывести свои войска из-под удара превосходных сил противника планомерно отступает и сдает целые области чтобы собраться с силами для решительных боев конец цитаты 941 заставил это воплотить вся европа слишком сильна чтобы удержать ее на границе и стратегическое отступление сталин спланировал заранее и где он об этом сказал разумеется нигде это слишком непопулярная мера оглашать такое нельзя но мою правоту подтверждает куча фактов во-первых перед войной воздвигли сотни заводов на урале в сибири на дальнем востоке в средней азии хотя и промышленность европейской части страны недурно работала вождь предпочел развивать глубокий тыл причем думал об этом задолго до войны из письма сталина молотова 12 июля 25 наш основной тыл урал по волжье черноземный юг эти районы если не считать урал страдают отсутствием промышленности между тем именно эти районы представляют наиболее удобный тыл для нас в случае военных осложнений поэтому в этих районах надо развивать промышленное строительство конец цитаты о зауралье речи еще нет но направление намечено во вторых после вторжения много заводов мы эвакуировали станки ехали на восток сгружаясь в чистом поле как говорят и тут же начинали выпускать продукцию и лишь потом их окружали стенами минуточку вообще-то станок на земле кувырнется ему нужен фундамент и вручную их не крутят они от сети питаются значит что чтобы эвакуированные цеха тотчас включились им заранее сделали фундаменты и инфраструктуру энергетическую и прочую то есть сталин готовил глубокое отступление этим он сломил барбароса которая планировала разметать нашу армию в приграничных боях больше скажу вождь лично думаю вместе с бм шапошниковым разработал идею сталинградской операции переломивший ход войны докажи еще осенью 41 он приказал готовить оборону сталинграда хотя немцы туда и не собирались надеясь через месяц взять москву летом сорок второго они рванули в эту расставленную ловушку чудовищно растянув линию фронта и коммуникации и в сентябре верховный посвятил нач генштаба василевского и своего зама жукова главных военачальников в свой план окружить застрявшего в сталинграде врага вспоминает василевский сталин ввел режим строжайшей секретности на всю подготовку операции нам в категорической форме было предложено не сообщать о ней даже членам г.к.о. мы с г.к.жуковым могли донести до командующих фронтами лишь то что непосредственно касалось каждого из них и ни слова больше конец цитаты то есть план главного сражения той войны разработан лично сталином и лишь на этапе осуществления он ознакомил с ним двух генералов сноска подробно я доказал это здесь кафанов тайные смыслы второй мировой москва 2015 страницы 420 429 в той книге я вообще разобрал войну детально и вдумчиво возвращаюсь к своему тексту заметьте он никогда не кричал об этой заслуги к вопросу о культе личности но откуда он знал что немцы полезут в сталинград он просчитал врага и понял что тому приспичит сломить город захотевший взять имя сталина ведь это имя люто бесило главного врага россии это был не гитлер и здесь коренится позор изучая историю войн любой спросит благоговейно где тот город в котором русские достигли ни с чем не сравнимой победы где можно поклониться памяти этих величайших героев и получит ответ а нет этого города гнусные предатели переименовали между тем улицы площади станции метро с гордым именем сталинграда есть в париже брюсселе леоне братиславе милане познане ницце карловых варах марселе не боятся там исторической правды в отличие от наших либералов и пока на городе русской славы висит позорная кличка волгоград нет для россии пути вперед не в слове суть конечно а в том что за персоной сидят в кремле и решение принимают вруны замалчивают ярчайший факт первые встретила удар по сталинграду десятая стрелковая дивизия нквд да чекисты те кто стреляли только по своим отсиживались в тылу и прочий бред по списку именно эта дивизия остановила немцев которые до того наступали столь легко что сталину пришлось издать приказ ни шагу назад армейские части драпали как летом сорок первого а чекисты встретили врага несокрушимой стеной и уничтожили вдвое больше немцев чем потеряли своих за это дивизия получила орден ленина и название сталинградской у нее и научилась воевать прославленной историками 62 армия чуйкова чекисты вообще воевали храбрее и результативнее чем армейские части в боях за верхние и нижние присады пригороды тулы гитлеровцы потеряли до 150 солдат и офицеров убитыми и ранеными а 156 стрелковый полк нквд ранеными 31 убитыми 20 человек конец цитаты соотношение три к одному тогда как армейцы в сорок первом увы вправду трупами заваливали для полноты картины знаменитые слова умираю но не сдаюсь прощай родина 20 июля сорок первого были нацарапаны в брестской крепости на стене казармы 132 отдельного батальона конвойных войск нквд ясно за что берию ненавидят он страну не предавал еще один мало известный факт в городе куйбышеве самаре построили объект известный как бункер сталина по официальной версии возводился с февраля по октябрь сорок второго года принят в эксплуатацию 6 января сорок третьего это крайне странно ведь в январе сорок второго немцев от столицы отбросили и больше об эвакуации правительства речь не шла военные надобности в бункере не было между тем укрытие мощнейшая защита от тогдашних злейших бомб электрооборудование и система очистки воздуха прекрасно работают по сей день глубина 37 метров 12-этажный дом заметьте бункер гитлера в берлине имел глубину лишь 16 метров подземный кабинет черчилля располагался на минус втором этаже зачем было строить это сталин параноик уверенно лепит русофобы мимо будь так бункер отрыли бы в москве где вождю реально грозили бомбы а в самарском объекте он даже ни разу не бывал вторая странность окрестные жители не помнят признаков стройки гула обилие вывозящих землю грузовиков и так далее столь быстро отгрохать громадный объект без грохота невозможно странность третья кабинет сталина говорят копирует его кремлевский кабинет проверить никак ибо кремлевский уничтожен на глубине 34 метра даже сделали шесть дверей хотя открывались из них лишь две остальные бутафорские зачем они ответ можно найти лишь обдумав все три странности вместе свою версию навязывать не хочу думайте сами а вот итог бункер сейчас самый популярный тур объект самары роль сталина в командовании была столь бесспорной что скрыть ее не удавалось и при хрущеве в кино и проза творениях нашли выход заменять его имя словом ставка ставка решила из ставки позвонили ставка неторопливо набила трубку и склонилась над картой а глобуса в его кабинете вообще не было сноска глобус стоял в соседней комнате и боевые операции по нему конечно не планировались сыновья сын сталина василий в тридцать восьмом начал учиться на летчика и опять отцу пришлось унимать подхалимов когда василий прибыл в авиашколу его поселили в отдельной комнате начальник школы предоставил вася все условия вольной жизни но узнав о тех льготах сталин передал начальнику авиашколы распоряжение немедленно перевести его сына на казарменное положение и предъявлять ему все требования воинских уставов в тот же день василия перевели в первую эскадрилью и вскоре он стал старшиной подразделения василия курсанты любили как старшина он был требовательным но справедливым а в повседневной жизни добрым и отзывчивым человеком отец ему ничего не присылал но иной раз приходили посылки от ворошилова и молотова василий делил содержимое поровну будь то 20 человек или 100 конец цитаты начав служить василий попросил отца выслать денег в части открылся буфет да еще хотелось бы сшить новую форму на этом письме отец написал так первое насколько мне известно строевой паек в частях ввска а вполне достаточен второе особая форма для сына товарища сталина в красной армии не предусмотрено то есть денег васька не получил конец цитаты сын сталина честно стал лейтенантом а в мае сорок первого окончил еще и курсы усовершенствования командиров эскадрильи вскоре его сделали начальником инспекции управления ввс он стремился на фронт но попал туда лишь в июле сорок второго командиром истребительного авиаполка карьера чересчур быстро но виноват в том не василий и не его отец а подхалимые генералы воевал же он по-настоящему василий полком командовал старательно прислушивался к нам более опытным летчиком как командир полка он мог делать боевые вылеты в составе любой эскадрильи но чаще всего почему-то летал в составе моей в течение февраля марта сорок третьего года мы сбили с десяток самолетов врага с участием василия 3 первым как правило атаковал их василий после этих атак самолеты теряли управление и мы их добивали полетным законом их можно было засчитывать василию как сбитые лично но он их считал сбитыми в группе я однажды сказал ему об этом но он махнул рукой не надо конец цитаты в итоге ему засчитали лишь два лично сбитых самолета не густо но вот сядьте в кабину и слетайте в бой многое поймете не прятался он за спину отца яков джугашвили сын первой жены иосифа екатерины сванидзе родился в 907 в 21 перевезен в москву весной 41 окончил артиллерийскую академию и уже 23 июня ушел на фронт простым командиром батареи сноска настоящий а не акустической как трус стукач и предатель солженицын возвращая к своему тексту яков джугашвили ушел на фронт простым командиром батареи в звании старшего лейтенанта причем отправили его вряд ли понимая это самое пекло в белоруссию как воевал неизвестно вроде бы героически даже представлен к ордену красного знамени но награждавшие знали кто он и могли надеяться угодить так верховному в любом случае воевал недолго пару недель по официальной версии в первой половине июля попал в плен при неясных обстоятельствах сведения расходятся затем немцы разбрасывали над нашей территорией листовки с его фото и с предательским текстом сноска впрочем практически никто в стране не знал как выглядит сын сталина поэтому работали листовки плохо принято считать что в апреле сорок третьего он погиб в концлагере загсенхаузен опять-таки нет точных данных как именно говорят после сталинградского провала немцы предлагали обмен якого на плененного паулюса а верховный ответил я солдат на фельдмаршалов не меняю однако ни то ни другое не доказано да плевал он на сына бесчувственный влепит кто-то я же повторю по делам надо судить а не по словам в сорок втором спецгруппа пыталась выручить якого из загсенхаузена но погибла документами этот факт тоже не подтвержден но сообщила его генсек компартии испании долорес и баррури в общем всюду неясность и давно уже родилась версия что яков погиб в июле сорок первого а его плен инсценирован немцами ради пропаганды возможно сюда вписывается информация и баррури сталин ведь не знал погиб сын или пленен группу мог отправить для выяснения в любом случае 2 его сын тоже в тылу не отсиживался продолжение следует